Джаз, сол, регги, поп, блюз и многое другое. Кавер группа Dr. House в концерт Холли Атлас подарила зрителям потрясающий джазовый вечер. Для всех посетителей Атласа звучали популярные джазовые мелодии в легкой импровизации. Парни из Dr. House признаются, что исполнением джаза, раньше вместе не занимались. В их репертуаре кавер-версии коммерческих композиций. А джаз – это и для музыкантов отдых, и прекрасный повод проверить слаженность музыкальной команды. Для меня джаз – это основа современной музыки, западной качественной музыки. То есть грамотные музыканты должны это хотя бы знать. Если не владеть в совершенстве, то как минимум какие-то приемы, какие-то теоретические штуки, моменты понимать и уметь использовать хотя бы иногда. Потому что, по большому счету, вся фирменная хорошая музыка строится на каких-то джазовых законах. Биг-бендом коллективы называться еще рано, уверены музыканты, но джазовые композиции стали огромным стимулом работать и дальше в этом направлении. Главное – как играть, а не что играть. И чем больше даешь свободы друг другу в музыке, это… люди не могут этого не замечать. То есть они могут не понимать ноты, но они всегда чувствуют настроение музыкантов. Всегда. Вокалиста, бас-гитариста, клавишника, барабанщика – это всегда интересно, потому что одна и та же песня можно звучать по-разному. И, знаете, я работал однажды с вокалистом «Грега Репортер», очень известный джазовый вокалист, который, находясь впереди, он хромкий, да, но он был очень незаметен для нас, но очень заметен для публики. То есть это была золотая середина, то есть в этом высокий уровень. И когда мы даем друг другу свободу на сцене, в этом как, в этом это джаз. То есть это импровизация, это… есть база, и на ней строится все остальное. Посетители «Атласа» принимали каждую композицию бурными аплодисментами, но не обошлось и без сюрпризов. А в джазовый вечер выступать на сцене было позволено и непрофессиональным музыкантам. Судя по восторгу зала, дебют казахстанской модели Дианы Идрис состоялся вполне успешно.